Итак, всем привет! Меня зовут Соня, я очень рада, что вы нажали и начали смотреть это видео. Сегодня я вам хочу показать мой ежедневный макияж. Ну, дай бог, каждый день, конечно, красится. Когда у меня есть достаточно времени, когда у меня есть силы и энергии, чтобы это всё сделать. Короче, он будет лёгким, красивым, будет очень красиво смотреться на лице. В последнее время вообще моё отношение к макияжу как-то поменялось. Мне перестали нравиться эти длинные стрелки для висков, чёткие брови, какие-то чёткие линии вообще использованные в макияже. Мне нравится что-то лёгкое, такое воздушное на лице, так можно выразиться. Поэтому давайте не будем томить и начнём. Здесь у меня стоит зеркало, поэтому я буду смотреть вот в эту вот сторону, на вас тоже буду поворачиваться. Не забывайте про мой инстаграм, подписывайтесь, я вас всех очень сильно люблю. Начинаем. Итак, вообще любой макияж я всегда начинаю с очищения и увлажнения кожи. Когда одевала линзу, уже её очистила, сейчас будем увлажнять. Для этого использую вот такой вот кремик от Himalaya Herbals. А ещё я забыла собрать волосы, которые мне сейчас будут мешать, поэтому давайте я соберу их. Вот так вот теперь. И просто размазываю этот крем по своему лицу. Всё, пока у меня увлажняется кожа, зачастую я занимаюсь бровями. И я говорю, это обычно что-то такое не очень сложное. Для этого я использую два геля для бровей. Один от Faberlic с цветом, другой просто такой прозрачный, от Catrice. Вообще очень люблю от Artvisage, но в этот раз ходила в магазин, от Artvisage не было, взяла от Catrice, но вроде тоже неплохо. Сначала я использую гель с цветом. И просто зачесываю как-то волоски наверх-вниз. И, кстати, очень удобная маленькая щёточка. Видите, я как бы просто их слегка прокрашиваю. Вот так вот, а теперь уже зачесываю, уже придаю нормальную форму бестретным гелям. Я их зачесываю всегда почти максимально наверх, как только можно, потому что потом они всё равно чуть опускаются вниз. Как-то так. Теперь я приступаю к тону. Тон я вообще использую, когда я обычно куда-то тороплюсь. Ну, редко использую, либо использую какой-то бикрем. Но я нашла отличную замену. Это вот такой... Чего без рук? Конкретно на сайте Фаберлик вот эта вот штучка называется тональная сыворотка. И это очень круто. Она придаёт какую-то такую подтянутость к коже лица, но при этом она вообще не ощущается на лице. И чтобы наносить, я использую обычный свой спонжечек. Выдавливаю вот такие вот хаотичные вообще движениями на лицо. И всё это теперь вот так вот распределяем. Вбивающими движениями. И то есть на выходе мы получаем лицо, где мы скрыли все недостатки, но при этом у нас ровный тон на лице. И сейчас я использую консилер. Консилер у меня от Artvisage. Это просто открытие моё. Вот честное слово. Он очень плотный, при этом стоит достаточно недорого. Наношу его вот так вот. И также на какие-то точечные недостатки. И также сегодня я хочу попробовать одну штучку интересную, как для меня она показалась интересной. Это вот такой вот гель-коллектор. Гель-корректор. Написано, лечит воспаление, но при этом подстраивается идеально по тону лица. У меня вот здесь вот выскочил прыщичек, который уже, конечно, проходит. Но давайте всё равно пробуем её. Прямо как тональный крем. Так, ну как минимум он выровнял. У меня этот прыщик. Вполне вроде неплохо. Не знаю насчёт того, как он будет лечить, но вроде бы в комментариях все писали, что это достаточно неплохая штучка. Вот если что. Итак, теперь я использую пудру. Пудру я наношу просто, чтобы закрепить тональный крем. Вот так она у меня от Essence. Уже много повидавшая. Всё лишнее с кисточки стряхиваю. Вот так вот просто хаотичными движениями. Так, теперь мы используем румяна. Оп. Для этого тоже беру кисточку. И распределяю их. В последнее время мне нравится делать вот такой вот эффект. В каком-то журнале одна французинка писала, что так делают абсолютно все. Как бы нанося румяна вот так вот наверх. Выше вот сюда вот брови, можно и так сказать. И так реально кожа выглядит более здоровой, чем нежели вы наносите румяну только вот сюда вот. И так чуть-чуть всё решено на подбородок, на носик и на лоб. Главное, не забывайте хорошо распределять вот здесь, вот чтобы не было чёткой полосы. Итак, теперь хайлайтер. У меня вот такой вот от MySling, который здесь тоже уже появился просвет. Он мне очень нравится. Очень красиво и свежо выглядит на лице. Вот как-то так. Теперь мы будем переходить уже к тому, что мы накрасили глаза, и я открыла для себя две палетки, которые мне очень нравятся. Также иногда использую палетку от Catrice, а именно это вот такая вот от Faberlic. Вот, запоминайте, просто сделайте скриншот. Она мне очень понравилась, потому что здесь очень красивые оттенки, хорошо все подобраны, которые, вот как вы можете заметить. И также вот это вот. Мне здесь очень-очень нравятся вот эти вот шиммеры. Матовые оттенки, конечно, здесь очень пылят. Ну, не очень, а так слегка прям нужно и хорошо с кисточки. А вот эти вот шиммеры и клиторы, это просто божественно. Вот, берем кисточку, кисточка. А, вот она. И я очень-очень люблю использовать вот этот вот оттенок. Он просто шикарен, девочки. Вот, честное слово. И распределяю его вот так вот. Особенно кореглазым девушкам, это просто супер оттенок. Честное слово. Он практически не виден на глазах, но он добавляет очень красивую тень. Именно распределяю его по складочке. И он, называется Pink Sugar, и он с таким небольшим глиттером, и что там идет. И так же не забываем про нижнее веко. И теперь я выбираю какой деглиттер из этой палеточки. Давайте с вами возьмем вот какой-то из этих вот трех розовых. Давайте возьмем вот этот вот. Он безумно красивый. Как это все показать, я правда не знаю. И я его конкретно так даже вбиваю, можно сказать, в веко. Он даже с какими-то такими голографическими нотками, как будто бы. Итак, ну теперь тушь. Прокрашиваем наши глаза. И для этого я использую либо Max Factor гипоаллергенную тушь, потому что у меня практически на любую тушь жуткая аллергия. Тоже самое тушь. Я с Кабарайдом и Янсовым, у меня на нее жуткая аллергия. У меня очень красные глаза становятся. А вторая тушь от Фаберлик, оба добавляют объем. Давайте выберем сегодня вот это вот. Но для начала я использую керлер, чтобы открутить свои реснички, потому что они у меня длинные, но смотрят вперед. И прокрашиваю теперь. У нее, кстати, очень хорошая щеточка, которая добавит объема. Это тоже делает очень эффект красиво. Такие натуральные реснички получаются. И этим очень мне нравится. И также не забываем про нижние. Ну и второй глазик. Вот что у нас получается. Мне очень-очень нравится. Такое прям все легенькое, естественное. И теперь давайте что-то сделаем с губами. На самом деле я редко их как-то крашу. Но давайте подумаем, что у меня сегодня супер хорошее настроение. Итак, сначала их увлажним. И обычно я как-то точечки добавляю помаду. И давайте сегодня какую-нибудь тоже добавим. Если сюда несколько принес. Видите, здесь из рассылки лежит вот такая вот. Давайте возьмем и попробуем ее. Сейчас откроем только. Ммм, на вкус кто-то всегда как вишенка. Вот как так. И теперь нам все это нужно зафиксировать. Для этого я использую фиксатор Artur Pondicay. Он мне безумно нравится. Просто... Чуть подождем. И все. Макияж получился очень красивым. Конечно, когда у вас есть побольше времени, чтобы так накраситься, это вообще вот так вот супер. Мне кажется, он подойдет вообще под любое событие. Но если это какой-то вечерний макияж, то, думаю, можно заменить помаду какую-то матовую. Бордовую, например. И будет тоже очень красиво. Итак. Ну, вот и все. Мы сделали наш макияж. Он мне очень сильно нравится. Вот. Я не знаю, как я сразу все рассказываю, говорю. И, конечно же, конкурс. Всегда устраиваю какой-нибудь конкурс. Стараюсь. Итак. В этот раз разыгрываю вот такой вот гель для душа с мандарином и бергамотом. Также вот такой вот бальзам. Витаминный бальзам для губ, клюквы и земляника. И вот такая вот маска. Витаминная маска для лица. Авокадо и киви. Вот такой вот наборчик. Это все продукты из одной серии. И они безумно крутые. Маску такую я использовала. Вот такой вот бальзам у меня с шоколадом и мятой. Два геля для душа. Это просто отдельная тема. Нужна всем. И пахнет еще куда-то очень круто. Для этого условия, как всегда, очень простые. Быть подписчиком моего канала. Моего инстаграма. И также внесу в комментариях написать, что вы используете для своего ежедневного макияжа. И оставить свой инстаграм. Все. Условия максимально простые. Если вы из Питера, мы с вами лично встретимся. Я передам вам подарок. Я вас всех очень сильно люблю. Не забывайте, пожалуйста, про мой инстаграм, про конкурс. Всем пока-пока.